Всем большой привет! Меня зовут Марина. Сегодня будет обзор из магазина Фикс Прайс. Не просто обзор, а новогодний обзор. Это самый любимый обзор вообще за весь год для меня. Не сравнится с этими обзорами ни 8 марта, ни какой там день влюбленных, дурацкий, ни 23 февраля. Этот обзор с новогодними покупками, это самые интересные и самые такие позитивные, настраивают нас уже на праздник. Ну и сначала я покажу, конечно, свои новогодние фишки, которые я для себя лично нашла, которые мне больше всех понравились. Сначала я покажу то, что я купила в подарки, вложу, а потом то, что я купила уже для себя. Так что, если вам интересно, обязательно вставайтесь со мной. Первое, что я хочу показать, это вот такую елочку. Как я увидела ее, я прям загорелась, что ее я просто обязана купить, потому что очень, я считаю, шикарный подарок за 199 рублей любому ребенку. Я даже пожалела, что я не ребенок. И у меня не будет стоять такой маленькой красивой елочки в моей собственной комнате, в уголочке. Именно вот такой, среди игрушек. Ну и я купила эту елочку на подарок маленькому ребенку до 5 лет, поэтому, надеюсь, он будет рад. А там поедем к нему в гости, я его подарю. Так, у нас игрушка елочная сборная, 65 сантиметров высотой, больше полуметра. Прекрасное времяпрепровождение для вашего малыша в преддверии волшебного праздника. Это у нас нежное кружево, это Китай, улучшает мелкую моторику ручек. В набор уходит фетровая елочка одна штука и фетровые елочные украшения 16, аж 16 целых штук. Рекомендация, если появились заломы, просто проглотим материал утюгом, чтобы вернуть елочке при начальный вид. Да, кстати, спасибо, что написали. 199 рублей, вот такая красота новогодняя. Сейчас соберем елочку, должна получиться вот такая красивая, как на фотографии. В упаковке у нас находится сама елка, достаточно она не малюсенькая, так как она 65 сантиметров. Здесь есть липучки, скрепляется она прекрасно и легко. Сейчас я обязательно покажу вам в полноразмерном виде ее, высоко, видите, даже не вмещается. И в набор входят игрушечки. Кстати, вот видите, такие помпончики наклеены сюда. Я сначала думала, что эти игрушечки будут вешаться именно на липучках, цепляться вот на таких. А оказывается, здесь еще более хитро и умно придумано на вот такие помпончики. Они приклеены, видите, могут даже отрываться, но я думаю, это не смертельно, можно подклеить. И набор игрушек. Сейчас я вам покажу, какие игрушки по-быстренькому. Это вот такая елочка. Идет все с веревочками золотыми, все как положено. Пингвиненок. Ой, какая красота. Прям еще что-то один набор купить такой, тоже на подарки. Варежка. Аккуратненько вырезана. Олень. Валеночек от нашего Деда Мороза. Конфетка с помпончиками. Вот такая. Далее печенье веселое. Колокольчик. Все приклеено, все достаточно аккуратно. Нет прям где-то соприклея. Такой, значит, полпачок. С помпончиком. Потом личико самого Деда Мороза или Санта-Клауса. Ангелок, ну какой-то самый простой, беленький, без наклеек всяких. Наверное, можно его как-то разрисовать при желании. Или сделать аппликацию. Потом, значит, конфетка. Саночки, которые тоже просто саночки, без наклеек. Санецки. Красота. Снежиночка. Домик снежный. И макушка, сама звезда. То есть, она так одевается на макушку. Ну, давайте посмотрим, как же она выглядит вся целиком. Ну, и вот сама елочка во всей красе. Единственное, что она мята. Енна обязательно вгладит. Иначе она какая-то косая кривая смотрится. И у нее обнаружился недостаток. Сейчас вам покажу. Она, на самом деле, очень яркая, симпатичная. Но недостаток в том, что эти шарики красные, помпончики наклеенные, не везде правильно. Видите, сзади не хватает красных горошек. В горошках у меня не получилось вообще повесить еще две игрушки. Просто не нужно что зацепить. То есть, получается так, что горошки могут хаотично так быть наклеены, что даже некуда будет повести игрушки. Придется как-то эти помпончики еще или прикалывать, или где-то их находить, для того, чтобы приклеить. И можно было поесть на них игрушки все-таки как-то. Либо приклеить сразу клеем игрушки, прям вот в эти пустые места. Чтобы они уже веки-вечные, там были приклеены. А остальные пусть ребенок уже развешивает. Еще елочка у меня не вместилась. И саня. Ну, и придется еще немножко подтянуть веревочки, чтобы они были покороче, иначе они прям игрушки лежат на полу. Я этого делать не могу, так как это на подарок. И не буду, пусть это уже делают новые хозяева. Это елочки. Ну, думаю, как она гладится, когда она будет полностью ровненькая со всех сторон. Она будет просто шикарной. И вообще просто задумка гениальная, я считаю. Простая и такая елочка-игрушка для детей просто здорово. Далее этому же ребенку, этому мышу, хочу положить в подарок вот такой набор масок. 55 рублей, 4 штучки. Здесь у нас и мишка. И лисенок, лисичка. Котенок и собака. И опять это Китай делает. Маски картонные. Вот такая красивая лисичка. Ну, а, конечно, тут девочка с лисичками. Но все равно, мне кажется, другому ребенку будет интересно перевоплотиться и в лисичку, и в медвежонку. Резиночка вот тянется хорошо, давить не будет. И зацеплено вот в такие штучки. Она не приклеена. Так, значит, лисичка. Красавица. Медвежонок симпатичный. Уже наряжен. В колпачке. Кошечка. Опять же девочка. То есть, получается, две девчачьих маски и две для мальчика. И вот такой песик. Тоже с лисичками и цветочком. Как-то больше на женскую походу маску. Все эти четыре маски 55 рублей. Замечательно. Кстати, они прекрасно. Я сейчас померила пару масочек. Налазят на голову взрослую. То есть, кто хочет поиграть в театр на Новый год, пожалуйста, взрослые прекрасно могут воспользоваться этими масками. Далее за 50 рублей вот такие новогодние пакеты. Привезли картонные. Хорошего качества. Сейчас распакую, покажу. Опять же, делает Китай. Размеры 26 на 32, 10 сантиметров. То есть, это обычно самые большие пакеты, которые в Экспрессе продаются. Это не маленькие. Поэтому 150 рублей. Картон хороший, плотный. Люблю такие вот подарочные упаковки. Не хлипкий. И красивая, достаточно очень симпатичная, милая расцветка. Не раздражающая, не чересчур яркая. Красивая. Там, кстати, и с оленями такие синие, какие-то голубые. Но мне не понравились. Это вот самая красивая. Ну и видите, там немножко слегка, он как всегда, переливается. Ну, внутри все как обычно. Ну, на подарок, мне кажется, прям здорово. Оформить, ну, стандартный вариант. Также появились новые носочки в этом году. В прошлом году их не было. Причем там много вариантов. Именно вот такие с вышивкой аппликации. Было аж 4 вида. Два вида я взяла себе. Два там мне не очень понравились. Они были на другом фоне. И другие картинки. Там Санта-Клаус и еще что-то не помню. Ну, и покажу два варианта, которые были для меня более самые-таки интересные. Это снеговик такой счастливый, жизнерадостный. Он очень счастлив, что скоро Новый год. Вот. И вот очень хорошее выполнение, я хочу сказать. Это такие вот вышитые снежиночки. Посмотрите очень аккуратно. Опять же, это все Китай. Аппликации замечательные. С обратной стороны тоже самое. И эти, кстати, носочки стоят уже не 77 рублей, как, допустим, в прошлом году другие носки были, а 99. Опять же, это носок снежного кружева. Носок рождественский для подарка 20 на 45 сантиметров. Состав полистер. Ну, посмотрите. Ну, разве... Мне кажется, здорово упаковать. Здесь, кстати, есть петелечка. Ну, стандартно все. Каждый год покупаю носочки. И у меня замечательно оформляются подарки именно для мужчин эти носки. Потому что сюда всегда можно для мужчины что положить? Бутылочку там, хоть шампанское, хоть чего-то там еще, что он любит, коньяк, что хотите. Кто там уж и водочку любит. И можно прекрасно положить сюда бутылочку. Плюс сюда сам носок еще что-то затолкать. Такое прикольное, что любят ваши знакомые, либо родственники. Здесь же опять прекрасная вышивка. Аккуратненько. Ну, как пройти. Посмотрите, здесь даже отделано еще такой вот люриксовой тканью. Прям класс. Поэтому, естественно, я их взяла. И плюс еще там два варианта другие расцветочки. Ну, это вам вы уже посмотрите в магазине. С обратной стороны тоже самое. Поэтому в эти носки не только дети, не только нам, девушкам, женщинам, а мужчинам, мне кажется, это вообще герный вариант. Ядя в моем понимании. Потому что каждый год я обязательно кладу туда. Я и мужу дарю в таких носочках подарки. И также в гости мы идем туда, кладем бутылочку. Какую-нибудь шоколадку такую приличную, классную. Вот. Еще что-нибудь. А, обычно еще какие-то новогодние игрушки напихают. Да я им напихаю, выложу. Для того, чтобы он был прям, ну, очень новогодний. И, как бы, опять же, создавал настроение. Какую-нибудь мелочевку. То есть мужчинам, в принципе, там много на Новый год и не надо. Особенно, когда вы идете в гости. Своим-то надо мужьям. Ну, когда вы идете в гости к соседям, либо к родственникам. Им много не надо. Они рады вот такому праздничному настроению. Кстати, можно в эти же носки тем же мужчинам вложить вот такие магниты. Опять же, чисто для настроения. По 55 рублей. Они, кстати, целая масса сейчас их привезли. Они деревянненькие, всем известные. Я не буду открывать из-за того, что я купила на подарок. Сзади написано, смотрите, монетка защитный слой и узнаете, что принесет вам наступающий год. Магнит со скетч-слоем. Хозяйка 2020 года, мышь. Она принесет приятные перемены и откроет перед вами бескрайние горизонты. Порадуйте себя и своих родных новогодним магнитом, который притянет удачу. Успех в ваш дом. Счастливого Нового года вам и вашим близким. Вот такую штуку, кстати, в один из носочков я, наверное, скорее всего и положу. И он почему-то мне понравился именно то, что здесь целый мешок. Здесь очень много вкусняшек. Он какой-то, не знаю, более интересный. Хотя там куча всяких было мышей. В общем, разные варианты. Посмотрите уже в магазине, конечно. Ну, а теперь я покажу то, что я купила для себя, для своей семьи. Это пока все, что я купила на подарке. Может быть, что-то еще там очень интересное появится. Прикуплю, конечно, еще. Но пока теперь покажу то, что именно для себя. Первое, что я сделала и то, что я задумала, это дополнительную коллекцию новогодних тарелок. Пока их не разобрали. И, как вы понимаете, одна из тарелок уже была последняя в магазине. Была масса вот таких тарелочек. Это, опять же, Китай делает. Вот такая, значит, посуда. Красивая. В принципе, они все были аккуратные. Вот такой мишка на коньках. Ну, просто невозможно пройти. Естественно, я взяла. Это у нас, опять же, снежное кружево. Кстати, состав фаянс и 20 сантиметров в диаметре. Вот такая тарелка. Бесподобные расцветки. Я такого от фикс-прайса в этом году не ожидала. Я зарекалась в прошлом году, что я в жизни больше не куплю ни одной тарелки. Но я не смогла не купить. И я буду не пользоваться с декабря, ну и до старого нового года. Вот одна расцветочка. Вторая вот такая. У нас в Казанском крае очень мало снега. И снежинки. Прям что-то особенное для меня. Я хотя бы на тарелках буду видеть этот снег, раз я не могу видеть его практически вживую. У нас то грязный, то его вообще нет. Все то же самое. Красота. Но посмотрите, какая прелесть. Я в прошлом году три штуки покупала. В этом году три. Вот эта тарелочка у нас осталась уже совершенно последняя. Я рада, что хотя бы она мне досталась. Может быть, их еще кучу завезут. Я не думаю, что это последний завоз. Теперь будут завозить и завозить товары. Ну, прелесть. Других расцветок у нас практически уже не было. Или еще не привезли. Каждая тарелочка 77 рублей. В принципе, нормальная цена, недорогая и недешевая в самый раз. И чашки. Это чашки, которые мне понравились с первого взгляда. Я не знаю, может быть, они не всем, конечно, понравятся и понравились. Это фарфор. Это, опять же, Китай. Толстенький фарфор. Ну, по крайней мере, не более качественные. Но рисунки очень, очень аккуратные. Очень такие новогодние, но при этом сдержанные. Они со вкусом. Они и праздничные. На то же время умеренно праздничные. Нет фейерверка на чашках ярко-бешеных цветов, что мне очень нравится. Очень приятного такого золотого-серого-черного колорита. Практически монохромные. Вот так это все выглядит. Опять же, это снежное кружево. Значит, 400 мл объем. То есть, не маленький достаточно для этой кружки. Китай делает фарфор. Вторая кружечка. Вот такая красота. С позолотой. Они не смотрятся дешево. Эти кружки тоже по 77 рублей. Ровненькие ручки, не кривые. Обычно они как-то в бок идут. Аккуратненько. С двух сторон рисунок по кругу. Звездочки. Ну, красота. Ну, и третья прекрасная, кстати. Она была уже единственная. Поэтому я взяла то, что осталось. Думаю, заберу. Иначе пока даже, пока их заново привезут, вдруг не привезут. И мне здесь попался вот такой вот, видите, наплывом колючим. Ну, бог с ним. Это единственный недостаток в этой кружке. Я рада, что взяла три. Четвертый вид, который был там просто Мэри Крисмас написан огромными буквами. Она красивая и всё. Но Мэри Крисмас меня как-то, знаете, подраздражает. В основном годом я бы взяла обязательно четвёртую. Посмотрите, прелесть. Прелесть. И она выглядит дороже, чем 77 рублей. На 100 рублей точно, мне кажется. Так, ну, я думаю, нас никто не слышит. Так, 77 рублей. Это красная цена. Всё, фикс прайс. Даже не задумайте повышать цены. Благодаря более невысокой цене мы можем взять не одну кружку, а несколько. А за 100 рублей взяла бы одну и всё. И успокоилась себе лично. Либо на подарок кому-нибудь. Красота. Домики. Домики-светильники. Два варианта. Значит, со снеговиком и с Дедом Морозом. Очень было сложно выбрать. Я стояла полчаса. Все люди мимо идут. У нас жара. А я стою и могу выбрать какой же домик со снеговиком. Либо с этим Дедом Морозом выбрать. Очень красивый, красочный. Единственная ещё проблема, что они могут тикать, если как бы кривые косые быть. Надо было ещё повыбирать, чтобы поровнее всё это выглядело. Ну, давайте откроем. 99 рублей. Так, снежное кружево. Китай. Так, срок годности батареек 2 года. Дата изготовления батарейки входят. Срок службы. Вы видите, как что написано. Мне это не важно. Не буду уже это читать. Вот состав мне интересен. Полимерная глина, ПВХ, полистер и сталь. 19-й год изготовления. Переливается разными цветами. Признаюсь вам честно, что я раньше мечтала о стеклянном шаре. Когда я в прошлом году купила маленький, начала мечтать о таком домике, который весь состоит из сладостей. И тоже так, он хоть и маленький, но, знаете, и такая моя мини-мини мечта опять же сбылась. Опять же, благодаря фикс прайс. Посмотрите, какая красота. Ну, надо выбирать, чтобы ни криво, ни косо все это было наклеено. Потому что некоторые такое ощущение, что, знаете, особо не старались, лепили, что попало. Вот. Вот так это выглядит. А, кстати, давайте посмотрим, как он хотя бы мигает. Ну, мигает стандартно, как и все. Вот такие. В принципе, для меня это больше как-то не особо важно, чтобы он мигал. У меня больше в композиции стоит новогодний. Потом обязательно покажу, как я там композицию свою. Ну, у меня такая простая, особо не заморочится композиция. В кучу все поставила, и уже красиво. Вот. Видите, какая трещинка у меня здесь присутствует. Я ее видела еще в магазине, но все-таки я взяла такую игрушку только из-за того, что она была более-менее аккуратная со всех сторон и аккуратный фасад. Потому что многие были аккуратненькие сзади, но впереди просто безобразные. Ну, красота, красота. А можно ее повесить, кстати, на елку, на большую, на крупную. Наверное, такая мягковатая даже. Можно ее погнуть немножечко на ощупь. Такая прелесть. Также заметила вот такую красоту. Здесь две игрушки в наборе. Опять же, снежное кружево, украшение новогоднее. Называется блеск. Две штуки. Они идут в серебряном цвете и в золотом. Но мне нужно было в золотом. Я взяла. Вот, посмотрите. Мне показалось, она достаточно. Кстати, она двухсторонняя, что ли? Ну-ка сейчас откроем, посмотрим. Полипропилен, пэт, полистер. Слушайте, и вправду, оно двухстороннее. Это здорово. То есть, очень красиво. Естественно, что сыпется. Ну, вакуум сбрызнул для волос. Сыпаться ничего не будет. Я думаю, все так сейчас уже делают давно. Вот, бусинка посередине. Здорово. Очень красиво. Украшение 50 рублей. 25 рублей получается каждая штучка. Класс. Посмотрите, красота какая. Вот как не купить? Вот как? Каждый раз зарекаюсь, что мне уже игрушки просто вешать некуда. Мне забито елка игрушками. Ну, как вот не купить? Ну, конечно же, заговорилась уже. Конечно же, типа такого украшения только уже звезды, не снежинки. А ну, класс, нигде. Восхитительные игрушки. Смотрятся недешево, хотя они дешевые. Также 50 рублей две штучки в паре. Также они двухсторонние, с бусинками. Опять же, есть точно такие, я взяла, в серебре. И, по-моему, в синем цвете. Вот, кстати, имейте в виду, там они могут быть разных цветов. Но я видела золото, серебро и, по-моему, синие больше никакие. В нашем магазине я как бы не заметила. Классные. Опять мне классное слово. И так и лезет. Вот. Обратите внимание, конечно. У меня вся эта картинка прямо уже создает настроение на 2,5 месяца вперед. Пока из новогодних покупок это все. Я надеюсь, что-то еще такое прям фишки какие-то привезут. Особенности в фикс прайс подвезут. И я надеюсь, что их будет смысл покупать. И сейчас я вам покажу. Осталось еще несколько у меня покупок. Это вкусняшки. Сейчас попробую вкусняшки. Как же чайку-то не попить. Вкус Изабелла конфетки. Я, кстати, не знаю, продвали или нет. Но, по-моему, в первый раз увидела. Видите, виноград. Я обожаю вино из Изабеллы. Обожаю аромат и вкус. Конфетки со вкусом Изабеллы стоят... Не знаю, что это за... Стоит 50 рублей вот эта упаковка. 250 грамм. Глазированные с комбинированным корпусом. Империо. Вкус Изабелла. Ну и состав можете глянуть, если вам интересно. Думаю, как всегда, какая-нибудь химия. Ну, конечно же, к глазу. Выглядит конфетка достаточно очень аппетитно. По крайней мере, по этикетке. По праздничному, даже по новогоднему. Если вам в подарки попасть в такой фантик, было бы даже очень нарядненько. Красиво. Так. Вот такая конфетка сама по себе. Внутри выглядит она вот так. Аппетитно, не аппетитно. Вы решайте сами. Но по аромату... Немножко, немножко есть ароматизатор винограда. Есть, присутствует. Ну, химического такого. Приятные конфетки. Привкус винограда чувствуется с ароматом. Приятные. Начинка мне нравится больше, чем вот эта вот глазурь. Хоть и тонкий слой. В принципе, не очень чувствуется. Но мы-то знаем, что это глазурь, что это там ничего хорошего нет. Было бы шоколад, было бы, конечно, намного вкуснее. Ну, а так приятные, в принципе, конфетки к человеку пойдут. Ну, сладкие они. Ну, приятные. Пахнут. Что еще сказать? Мягенькие. Свежие. Вторая пачка конфет у нас. Фуржи. Контитерская фабрика. Фрукты в шоколадной глазури. Здесь разные есть. Засортимите. Эта пачка стоит уже 55 рублей. Так. Конфеты натуральные продукты. Контитерская фабрика. Фуржи. Глазированные фрукты в шоколадной глазури. Так. Это мы уже знаем. 200 грамм. Так. Составка мне интересен. Пожалуйста, читайте. Шоколадная глазурь, как всегда. Ну, присутствует какая-то тертая. Тертая. Ну, посмотрите. Не буду уже читать. Отсвечивает все. В эти конфетки входит уже настоящий чернослив и настоящий абрикос. Курага. Давайте попробуем, что же там внутри. Ну, очень аппетитно. Кстати, новогодние подарки бросите. Тоже очень красиво смотрятся. Вот. Классные. Оформление замечательное. Конфетки внутри выглядят вот так. Явно там видно, что что-то спрятано. Ну, вот смотрите. Это конфетка с черносливом. Вот так вот она выглядит внутри. Сколько много. Здорово. Ну-ка попробуем. Чернослив перетертый. Но достаточно вкусный очень. Мне нравятся конфетки. Хорошие. Ну, опять же, весь вид. Так. Вот это вот рыженькое. Это уже курага там прилипла. Так что вкусненькие. Попробуйте. Ну, все уже пробовали. Недавно, в принципе, продаются в фикс-прайсе. Это я первый раз купила. Ну, и с курагой. Выглядит вот так. Достаточно аппетитно. Более-менее полезно. Надо же попробовать обязательно. Вкусные конфетки с курагой, кислородные, как положено. Мы абрикосы тоже сушим на зиму. Поэтому здесь 100% курага. Никакой химии нет. Однозначно. Вкусные. Рекомендую. Кушайте обязательно. С чайком. Прямо в самый раз. Ну, и покажу вам вот такой последний продукт. Вот это манго джуз. Декоко или декоко. Вкусненький напиток. Очень нравится. Особенно, допустим, в магазине была очень голодная. И прям аж сил на их не было. Прямо хотелось еды многое там скупить. Как говорится, на голодный желудок. Взяла вот эту жидкость. Видите, там плавают кусочки. Я уже как-то показывала. Вот. И достаточно он хорошо удаляет аппетит. То есть, и вы и попили, и вы сразу и поели. То есть, что-то в желудок уже упало. Уже хорошо и приятно. И аппетит у меня прекрасненько с этим напитком удалился. Покольный, негазированный, пастеризованный сокосодержащий с кусочками кокосового желе. Ната декоко. Со вкусом манго. То есть, это желе. Я вообще думала, что кусочки там манго плавают. Оказывается, нет. Кокосовое какое-то желе. Ну, вкусненькое, приятное оно. Если вам нужен состав, посмотрите. Я думаю, не знаю, можно такое детям давать или нет. Стоит 27,50. Этот напиток. Он вкусный, нежный, приятный. 280 мл в объеме. И даже ГОСТ написан. Хотя, к ГОСТам уже можно и не верить. В нынешнее время. Вкусные. Почему-то они там, кстати, в разных цветах. Бледно-желтые, ярко-желтые. Я выбрала такой поярче. Вдруг вкус будет понасыщеннее. Ну, в принципе, и все. Это все мои покупки на сегодня. Надеюсь, я вам хоть чем-то подняла настроение. Так как поднялась сегодня себе его в магазине. Вернее, уже после того, как пришла домой. Было приятно достать эти покупки, рассматривать их. Надеюсь, у вас тоже немножечко настроение моего передалось. Вот. И вы тоже так это дружно пойдете и купите что-то себе интересненькое. То, что нравится вам в этом магазине. И главное, сэкономите при этом деньги. Так как тут цены все-таки неплохие. Всем спасибо за просмотр. То, что досмотрели видео до конца. Ставьте лайки и дизлайки. Подписывайтесь на мой канал. Нажимайте на колокольчик, чтобы поймать на следующее видео. Всем пока и хорошего настроения.